Дорогие друзья, всем привет! Сегодня в мастер-классе я предлагаю вам вместе со мной сделать вот такое восхитительное колье из бисера и бусин. Если вам нравится идея создания такого украшения, продолжайте смотреть это видео. Плетется оно очень легко и просто и у вас появится вот такое всего лишь за один урок вот такое красивое украшение. Сейчас я расположу быстренько на коврике для бисера плетения все необходимое для нашего с вами мастер-класса. А вам пока советую подписаться на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о том, что на моем канале вышел новый интересный мастер-класс. Ну что же, друзья, перед собой вы видите материалы, которые я буду использовать в данном украшении, в данном колье. Это бисер двух цветов черный и белый и немножечко добавлю золото кое-где для того, чтобы немножко освежить эту работу. Итак, приступаем к работе. Да, ниточки у меня крепкие, но тонкие для бисероплетения. Вот так выглядят. Все эти материалы я приобретала, соответственно, в Мелодии бисера. Ссылочку я оставлю внизу под этим видео. Давайте приступим к работе. Итак, друзья, давайте приступим к работе. Набираем одну черного цвета бисеринку, затем одну золотую бисеринку, затем я набираю 4 белые бисеринки, 4 белые бисеринки. Вот такой набор у нас с вами. И затем еще одну я набираю, золотую бисеринку. Смотрите, я буду чередовать цвета для того, чтобы гармонично смотрелся у нас верх и низ этого украшения. Вот такой набор у нас с вами первый. И смотрите, мы с вами разворачиваемся в первую бисеринку черного цвета. Проходим сверху вниз. У нас получается с вами петелька, то есть обе ниточки у меня выходят из черной бисеринки вниз. Затем, смотрите, я буду набирать внизу черный цвет бисера, то есть я набираю 3 черного цвета бисеринки внизу. Затем я набираю одну золотую бисеринку. Набрали и проходим иголкой в белую бисеринку, которая у нас после золотой снизу вверх. У нас с вами получится очень красивая змейка, двухцветная и золото по серединке будет у нас проходить. Затем вверху мы с вами будем набирать 3 бисеринки белые и одну бисеринку золотую. Вот так. И проходить мы с вами будем, смотрите, сверху вниз в первую бисеринку после золотой черного цвета. Сверху вниз. Затянули. Очутились мы внизу. Набираем 3 бисеринки черного цвета. Одну бисеринку золотую. И проходим после золотой в первую бисеринку белую, снизу вверх. Получается очень красивая цепочка змейка. Вот такая вот цепочка вырисовывается. Снова мы из белой бисеринки, когда вышли, набираем 3 белые, одну золотистую. Проходим сверху вниз в ближайшую бисеринку черного цвета после золотистой. Когда мы внизу, мы набираем 3 бисеринки черного цвета и одну бисеринку золотистого цвета. Вот так. И проходим в бисеринку белую, снизу вверх. То есть вот в эти две бисеринки мы с вами выходим иголкой в две бисеринки. И мы будем идти по вот этим бисеринкам. Затем я приготовила на моем рабочем столе, можно в принципе обойтись и теми материалами, которые у вас есть, только бисером работать. А можно, конечно, добавить немножечко блеска, шарма. И вы можете видеть, я приготовила на рабочем столе вот такие вот рандельки 2х3 мм. Тот же самый у меня золотой бисер, черный и белый. Вот такие материалы дальше будем использовать. Можете использовать только бисер, это на ваше усмотрение. Затем, смотрите, я буду здесь набирать некоторое количество. Вначале я буду, я хочу половину сплести черного цвета, половину другую белым цветом. Поэтому я начинаю плести черным цветом. И для следующих снизок мне нужно набрать будет... Я набираю на иголку 9 бисерин черного цвета. 9. Затем я набираю одну бисеринку золотую, одну рандельку. И снова набираю одну бисеринку золотую и 9 бисеринок черного цвета. То есть у нас центр будет вот этот золотистый, а слева и справа по 9 бисеринок черного цвета. Вот так. Вот наш с вами набор вот так выглядит. Так. И затем, смотрите, вышла иголка с ниткой у меня вот из этой пары. Хорошо сейчас видно. Из вот этой пары бисерин. Следующую пару бисерин я пропускаю, а в следующую я прохожу. То есть по факту мы проходим через один. То есть задействуем через одну вот как бы ячейку. Подтягиваем ниточку. Получается вот такое подплетение. Петелька. Петельная техника. Набираем затем снова 9 бисерин черного цвета, золотистую бусинку, золотистую и вновь 9 бисерин черного цвета. То есть вот такой набор вновь у нас с вами. Опускаемся вниз по ниточке. Нитку я взяла достаточно длинную для того, чтобы мне не делать добавление нити, а хотя бы один рядочек сплести этой ниточкой, чтобы меньше было узелков. То же самое. Смотрите, вот выход нитки вот из этих двух бисерин. Затем следующие две бисерины, вот эти я пропускаю, а вот в следующие я прохожу. Причем все время мы проходим справа налево. То есть как бы назад иголкой. Вот таким вот способом. Итак, дорогие друзья, сплели 9 петелек черного цвета. Затем следующую половинку я буду плести белым цветом. Вначале я наберу на иголку 9 бисерин черного цвета. Набрала 9 бисерин черного цвета. Затем делаем переход на белый. Я набираю точно так же одну золотистую бусинку и одну золотистую для центра. И вторую сторону набираем уже белым цветом бисера. Точно так же 9 бисерин, только уже белого цвета. Набрали 9 белых. И точно так же проходим, вот вышла ниточка, следующую мы пару бисеринок пропускаем. И в следующую проходим справа налево. Подтягиваем. И переходим. Далее плетем белым цветом бисера. Итак, друзья, давайте сплетем третий ряд. И в третьем ряду мы с вами делаем уменьшение. Вот здесь на две ячейки. То есть мы с вами начинаем с третьего колечка. И набирать мы будем на одну бисеринку больше. То есть в прошлый раз мы с вами набирали вот здесь белого цвета 9 бисерин. В этом ряду я набирать буду на одну бисеринку больше, поскольку, чтобы не стягивало работу, это наша снизка. Затем точно так же набираю золотую бисеринку, бусинку, золотую бисеринку. То есть понятно, 10 бисерин. Вот здесь 10. На одну больше. Затем после золотых также набираем 10 бисерин. 10 бисерин. И смотрите, друзья, проходить мы теперь в этот раз будем в каждую вот эту тройку бусин и бисера. И заходить точно так же мы будем справа налево. То есть я поднимаю в руках работу и аккуратненько прохожу через вот эти три. Бисер, бусинка, бисер. Вот так. Проходит иголка. То есть буквально пара бисерин нам дает возможность не стягивать нашу работу, а дать ей немножко свободно лечь, красиво. Продолжаем точно так же. Набираем на иголочку каждый раз 10 бисеринок белого цвета. Набрала 10. Затем золотую бисеринку набираю, золотую бусинку, бисеринку и снова 10 белых бисерин. Вот такой набор. И снова аккуратненько придерживаем и проходим вот в эти три бисеринки. Смотрите, я прохожу именно в три бисеринки, поскольку можно, конечно, проходить и в центральную бусинку, но эти бусинки режут ниточку, поэтому об этом нужно помнить. И, пожалуйста, проплетите таким способом до конца. Итак, друзья, три ряда проплели. Вот смотрите, как я буду вот так уменьшать плавно колье, чтобы оно было углом. И в следующем ряду, это у нас 1, 2, 3, 4 ряд, мы точно так же выходим с вами, пройдя через вот эти три бисеринка, бусинка, бисеринка. Справа налево проходим и продолжаем работу точно так. Видите, я две вот эти вот петельки пропускаю и начинаю работу с третьей петельки. Но вы смотрите сами. Может быть, это будет сильно резкий угол, резкий скос. Тогда можно будет начать с предпоследней вот этой петельки. Набрали 10 бисерин, затем золотистую набираю бусинку и золотистую, и еще 10 бисерин. И точно так же, смотрите, мы с вами будем проходить через следующую петельку, через центральные три бисеринка, бусинка, бисеринка. Вот таким вот образом будут выкладываться наши с вами петельки. Смотрите, ну меня устраивает, мне нравится. Поэтому я проплету до конца этого ряда. Проплела четвертый ряд. Следующий пятый ряд мы сокращаем на одну ячейку. То есть выйти нам нужно из второй вот этой ячейки. Ну что же, друзья, вот такое колье у меня получилось. Вот такой уголок я вывела его, свела вот в такой остренький уголок. Вы можете при желании не доплетать, скажем, крайнее колечко. У вас будет такой более скругленный вариант. И можете сделать более плавный угол. То есть сокращать вот здесь не на две ячейки вверху, а по одной постепенно сводя на нет. Это что называется на ваше усмотрение. Теперь давайте прикрепим замочек-застежечку. Я выбрала для этого украшения вот такой замочек в виде такого шарика на магните. Если урок вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал. А также не забывайте нажимать на колокольчик и включайте обязательно уведомления, чтобы вам приходили по колокольчику уведомления о том, что на моем канале вышел новый мастер-класс. Также я хочу вас пригласить в мой инстаграм. Ссылку на него вы найдете внизу под этим видео. Также, если у вас есть желание и вы хотите поделиться своими работами из бисера, то добавляйтесь в нашу с вами группу ВКонтакте. Ссылка также будет под этим видео. Также под этим видео я оставляю ссылочки на все необходимые материалы для создания того-либо иного украшения. Так что обязательно читайте инфобокс. Это раздел, который находится под каждым видео. На этом все. Увидимся в следующем мастер-классе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok